На сегодняшний день проблема распространения ВИЧ по-прежнему актуальна. Несмотря на то, что идентифицировать этот вирус ученые смогли аж 40 лет назад. Однако и сейчас, увы, это заболевание одно из самых грозных. Под ударом может оказаться каждый, вопреки сложившимся стереотипам, что заражаются этим заболеванием преимущества наркозависимые люди. Поэтому огромное значение имеет просвещение населения. Как обезопасить себя от ВИЧ-инфекции? В Твери обсудили актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения заболевания. На сегодняшний день в регионе сложилась стабильная обстановка с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Ситуацию обсудили специалисты на конференции, посвященной актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания. Среди участников работники областного спеццентра и других медучреждений региона. В самом начале встречи к коллегам обратилась главный врач центра имени Аваева Корена Конюхова. Она обратила внимание медиков на важность ранней диагностики ВИЧ у пациентов. Моё обращение к вам тоже направлено на то, чтобы призвать всех тех, кто сидит в первичном звене специализированной помощи, не забывайте о существовании ВИЧ-инфекции и не забывайте о том, что только методом скрининга мы можем выявить пациентов, у которых ещё нет активных проявлений заболевания. В 2023 году российский Минздрав поставил задачу протестировать 32% населения Тверской области. К 1 ноября на наличие ВИЧ-инфекции обследовались свыше 320 тысяч жителей Верхневолжья. Как отметил главный врач областного центра СПИД, каждый пациент должен хотя бы раз в год сдавать кровь на ВИЧ, независимо от возраста и социального статуса. Ежегодно мы регистрируем от 400 до 500 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, а количество лиц, живущих ВИЧ, в регионе превышает 6,5 тысяч человек. Но при этом следует отметить, что за минувшие пять лет увеличилась доля лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в областном центре по профилактике борьбы со СПИД, а также число лиц, получающих специфическое лечение. 95% граждан с ВИЧ состоят на диспансерном учёте. Причём стоит отметить, что, согласно данным статистики, среди заразившихся 37% женщины, остальное — мужчины. Социальный статус не имеет значения. Если брать средний портрет пациента с таким диагнозом в России и Тверской области, то он выглядит примерно так. Это мужчина старше 35 лет, который, как правило, заражается половым гетеросексуальным путём. На втором месте идут мужчины, потребители инъекционных наркотиков. И совсем малая доля отводится заражению детей в родах, то есть периметальному пути заражения ВИЧ-инфекцией. С учётом развития фармоиндустрии, этот диагноз сегодня не приговор. Пациента получают специальную терапию. Пожизненно принимают препараты, которые подавляют вирус иммунодефицита человека, не дают ему разрушать иммунную систему. При этом пациент сохраняет качество и продолжительность жизни. А главное — не несёт опасности для окружающих. При правильной терапии даже у родителей с ВИЧ великий шанс родить здорового ребёнка. Главное, говорят медики, — ранняя диагностика. Её можно сделать в любой лаборатории или же пройти экспресс-тестирование в передвижном пункте, который традиционно будет работать в начале декабря на улицах города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!